Сегодня у нас в гостях секретарь Донецкого городского совета, Богачёв Сергей Валентинович, и первый вопрос к Вам. Как Вы для себя определяете, вот спустя полторы недели после назначения, как Вы для себя определяете топ-3 проблемы города, которые стоит решить? Вы знаете, нет топ-3 проблемы города, есть много проблем города. Это проблемы, связанные с текущими оперативными вопросами ежедневного конкурсера, поливом воды, устранением аварийных ситуаций на дорогах, но есть и перспективные вопросы, связанные в целом с пространственным развитием города, с необходимостью каких-то шагов перспективных в бюджетной сфере, с тем, чтобы провести реформирование нашей системы образования дошкольного и школьного, меры по тому, чтобы наше здравоохранение соответствовало тем задачам, которые сегодня ставит руководство государства по благу угла. То есть есть очень много задач. И эти задачи и возникали давно, и накопились уже. В какой-то мере мне легче ориентироваться в этой ситуации, потому что еще в 95-м году я защищал кандидатскую диссертацию, впоследствии докторскую диссертацию, и сегодня руковожу отделом в Институте экономико-правовых исследований по проблемам развития городов. Эти проблемы обсуждались и на научно-практических конференциях, и на семинарах, на круглых столах, обсудировались с общественностью. Поэтому круг вопросов не является ограниченным. Топ-3 я бы не выделял. Я бы выделял в целом целые проблемы, и связанные с отраслевым развитием городов, и в целом с комплексным развитием городов. Но вот говоря о пространственном развитии города, что вы имеете в виду? Это строительство дорог, строительство инфраструктуры, ландшафтная застройка, это, скажем, весь комплекс и строительства, и ремонта, связанные с повышением качества жителей города. Вы сторонник объединения с Червоногвардейским районом Макеевским? Вот этот вопрос вам на этот вопрос лучше бы ответили те жители, которые проживают в Красногвардейском районе. Насколько я знаю, и общаясь с ними, и общаясь со своими коллегами, я знаю, что, конечно, целесообразно было бы с экономической точки зрения целесообразно было бы это объединение произвести. Ну, во-первых, находится оно в рамках одной окружной дороги, во-вторых, оно близко к городским коммуникациям, городоканалу, городоканалу, городоклассетин. Можно было бы логично строить дорожную инфраструктуру, жилую застройку и так далее. Но это с точки зрения экономики. Но с точки зрения права решение должно приниматься городским советом Макеевки, должны проводиться общественные слушания на территории Красногвардейского района, на территории Макеевки. Должно приниматься решение Донецкого городского совета в целом, а не только Богачева или Лукьянченко. После этого должно быть решение областного совета, а после этого решение Верховной Рады. Одно время планировали провести референдум по этой теме, но я знаю, отказались уже от этой идеи. Референдум в городе Донецке? Референдум именно в Красногвардейском районе Макеевки, чтобы выяснить мнение жителей, сколько из них хочет быть присоединяем. Как только я стану секретарем Макеевского горсовета, я тут же отвлечу на вашу ответственность. Возможно, вы были бы в курсе этой ситуации. Итак, разговоры разговорами. Но решение о референдуме должен принимать городской совет Макеевский. Такого решения не принято. Макеевский городской совет категорически против, они уже не разговаривали. Макеевский городской совет категорически против в лице Мальцева. В лице городского головы. Этот вопрос, насколько я знаю, не выносился на сессию городского совета и не обсуждался широко. И городской голова, имея свои резоны, свое мнение, мог бы поделиться с депутатами городского совета, пригласить специалистов, услышать другие мнения. И после всех этих процедур можно было бы делать окончательный вывод. А пока мы ориентируемся на мнение отдельных людей. Вы говорили о том, что необходимо предпринимать шаги в бюджетной сфере. Что вы имеете в виду? Какие шаги необходимы? Нужно предпринимать на государственном уровне разумные шаги по формированию местных бюджетов. Это связано и с теми полномочиями, которые есть у городского совета, и с тем реальным наполнением денег, которые позволяют выполнять эти полномочия. И я в первую очередь говорю о делегированных полномочиях, которые государство передало городу, например, образование, здравоохранение, физкультура, спор, но которая не наполнила реальными денежными суммами для выполнения этих полномочий. На сегодняшний день ситуация может складываться следующим образом. Если какие-то оппозиционные органы местного самоуправления будут поднимать этот вопрос и говорить, итак, государство, Конституция обязана финансировать свои полномочия. Так, но денег нет. Поэтому мы за государство тратить городские деньги на эти полномочия не будем. Например, мы из нашего городского бюджета постоянно датируем отрасли образования, здравоохранения и отдаем свои деньги для того, чтобы они нормально функционировали. Завтра Львовский или Тернопольский городской совет примут решение о том, что прекратить датирование этих отраслей из местного бюджета, оставить его только на государственном финансировании. К чему это приведет? Это приведет к тому, что государство передает деньги исключительно для, скажем, зарплаты, а для поддержания материальной базы средств нет на ремонт, на приобретение инвентаря. Если эта ситуация не изменится, то рано или поздно будет потеряна та материальная база, которая на сегодня в гуманитарной сфере находится. Это проблема. Кстати, уладилась ли сейчас проблема с финансированием медицины, которая была связана с реформированием и с поступлениями из областного бюджета? Проблема финансирования, ни здравоохранения, ни образования, ни спорт, ни благоустройства никогда не уладится. То есть это вечная проблема, вечная проблема нехватки денег. И мы сегодня видим, что необходимо добавлять деньги. Смотрите, есть редкие операции, которые на сегодняшний день в городе Донецке не делают. Или по трансплантации органов, или по какой-то пересадке, или иным образом. То есть деньги для этого мы можем сказать, что нужны, но этих денег нет. Но давайте мы с вами разберемся, за что должен отвечать городской совет и за что должно отвечать государство. Так я считаю, что городской совет должен отвечать за неотложную медицинскую помощь, я поддерживаю в данном случае в направлении реформирования здравоохранения, а государство и вышестоящие органы за те направления, которые обеспечивают специализированное лечение. Вот на сегодняшний день в этом направлении и происходит реформирование здравоохранения. К сожалению, это процесс сложный, клопотный. Допустим, приближение неотложной медицинской помощи к населению, оно диктует нам создание амбулаторий. На сегодняшний день в городе Донецке ведется ремонт, строительство и конструкция по созданию, скажем, в ближайшее время пяти амбулаторий. И в дальнейшем эта сеть, как дал обязательство городской голове, будет еще более расширена. А сколько всего должно быть амбулаторий в конечном итоге? Или этот процесс еще... Итак, вот я бы не хотел, чтобы кто-то думал, что количество амбулаторий, доведение до какого-то количества амбулаторий и есть цель реформы. Цель реформы – это обеспечение возможности каждого человека получить неотложную медицинскую помощь, так, чтобы она была быстрой и эффективной. Приведу пример. Допустим, микрорайон, район, район Куйбышевский. Мы видим, что компактно проживают в этом районе жители, которые находятся в микрорайоне. Горняк, админпоселок, магистральный, док. Но есть необходимость в каждом из этих районов создавать амбулаторию. Если учесть, что магистральный микрорайон, у него есть теперь рядом медицинское учреждение, а рядом с доком находится 17-я больница, то нужно их создавать. То есть нужно анализировать эти возможности, которые есть у жителей и смотреть, где у жителей такой возможности нет. Вот таким образом, я считаю, нужно проводить реформу. И таким образом она в городе Донецке движется. Ну и с чем, на Ваш взгляд, связана вот эта критика, которая звучит в области реформы? Почему при всей простоте, которую объясняют очень часто чиновники, люди этого не понимают? И медработники. И медработники. А с чем, на Ваш взгляд, это связано? Итак, лучше было бы послушать медработников. Но я думаю, каждая реформа связана с проблемами финансирования. То есть финансирование заработной платы этих работников, перевода их из одного отделения в другое отделение, из подчинения, допустим, органам местного самоуправления города, областному совету. То есть перевод, оптимизация, сокращение, ремонт. Это все отражается на людях. Перемещение, допустим, из поликлиники врачей на прием неотложной помощи в какие-то амбулатории, для кого-то тоже будет неудобен, особенно если он жил возле этой больницы, ему надо переходить в эту амбулаторию. То есть вот целый круг проблем возникает при переводе, переезде. Это, как в народе говорят, два переезда, один пожар. Так и в реформе здравоохранения. Пока все это не утрясется, отдельно или у работников здравоохранения, или у жителей будут возникать дискомфортные ощущения. Вы сказали о скорой помощи, ходят упорные слухи о том, что в ближайшее время, буквально к концу года, на отложке будет платная. Это так? Первый вопрос был связан с тем, что полтора недели назад я вступил в новую должность. И меня спросили, выделил ли я за это время три основные вопроса, проблемы. Я ответил на него, но ответить в деталях на вопросы, связанные с отраслевыми проблемами городскими, то ли благоустройство, то ли мне сегодня тяжело. Для этого мне нужно еще работать, изучать материал, смотреть работу депутатских комиссий, смотреть те обращения жителей, советоваться и с профильными заместителями, и с городским головой. И после этого я буду готов к тому, чтобы побеседовать с вами на эту тему. Вот если бы вы мне эти вопросы предварительно набросали, я бы подготовился к ним. А сейчас мне тяжело отвечать. То есть период адаптации еще у вас не закончился, для новой должности. Полтора недели. Давайте поговорим о городах, в чем вы действительно крупный специалист. Из вашей биографии мы знаем, сколько у вас научных регалий. Вы и сами сейчас сказали о том, что экономика крупных городов – это ваш профиль отчасти. Скажите, что нуждается в корректировке сейчас в управлении таким крупным городом, как Донецк? Я не хочу говорить слово ошибки, но что нуждается в корректировке на ваш взгляд, какие перемены стоит ждать в городе в ближайшее время? Вот так. Кардинальных перемен. Я не вижу предпосылок для кардинальных перемен. Но я вижу необходимость довести до конца те стройки и те направления, которые имеются на сегодняшний день. Ну, например, незакончена работа по созданию кольца вокруг города Донецка. Думаю, что в следующем году эта работа будет завершена с помощью, опять же, государства. Есть работы, связанные, скажем, проведением новых дорог по городу. Думаю, что в ближайшее время мы увидим новую дорогу, которая выведет, пойдет в объезд стадиона «Шахтер» от бульвара, от проспекта Мира и выйдет на Киевский проспект. Это тоже разгрузит в какой-то мере основные магистрары. И вот создание дополнительной дорог, создание жилья с большим теплоизоляционными возможностями, создание более экономного типа хозяйствования в городе теплосети, в городе Канары, введение каких-то новых альтернативных источников для решения городских проблем, вот это тот путь, по которому нужно идти. При этом путь, он является эволюционным. На сегодняшний день, хочу сказать, вот общаясь постоянно с городским головой, с заместителями, я вижу, какой объем информации находится у городского головы. И он может, не обращаясь к документам, давать советы, рекомендации и требовать исполнения его в любом, скажем, направлении, то ли связанном со строительством живых массива, то ли с той же реформой здравоохранения, то ли с любыми другими городскими проблемами. То есть, считаю, что городу Донецку повезло в данном случае, и получается, что для меня большая честь работать с таким группой профессионалов. Сергей Олегович, вот после Евро-12 идут разговоры о том, что все, вот после Евро ничего в Донецке строиться не будет. На этом закончился такой золотой век города. Скажите, что запланировано на 13-14, возможно, в следующие годы? Видели ли вы эти планы, и что вот самый масштабный проект? Мы поговорим об этом накануне 13-го года, когда будет верстаться план социально-экономического развития города на 13-е годы. Но из того, что я вам назвал, и окончание строительства окружной дороги, отдельной дороги, строительства дорог в городе, строительства, условно, в каждом районе строительства детских площадок, спортивных площадок, реконструкция станции Мушкедовской или продолжение строительства Парка Петровского. То есть таких объектов будет много. Может быть, даже не много, а множество. Но мы можем поговорить в следующий раз об этом. Ваш предшественник Николай Реченко не раз обращал внимание на то, что необходимо Донецкому городскому совету, необходима дисциплина. Есть проблемы с явкой депутатов анахрома и с работы в комиссиях. Вот как, на ваш взгляд, стоит построить работу так, чтобы не 50 депутатов были постоянными посетителями сессии, а как минимум 80? И стоит ли добиваться вообще этой цели? Так вот, давайте мы поговорим о причинах неявки отдельных депутатов. Так, первое. Есть какие-то производственные сложности. Второе. В основном депутаты понимают, что город развивается по определенному плану, который не противоречит их внутреннему убеждению. И поэтому они считают, что и так есть подавляющее большинство в городском совете, которое поддерживает городского головы, и для того, что человек не придет на заседание сессии, ничего не изменится. А вот когда возникают какие-то ключевые моменты, связанные то ли с тем, чтобы поддержать политику, поддержать тот закон о государственной языковой политике, здесь мы видим картину другую. сразу явка повышается, активность депутатов увеличивается, и когда решаются вот такие ключевые проблемы, тогда депутаты бывают на своем месте, всегда являются. В то же время, и от работы депутатов, конечно, хотелось бы видеть больше, потому что чем больше человек вникает в эту проблему, у него могут возникнуть свои предложения, свое видение, он может что-то посоветовать. И более того, депутат осуществляет связь с теми избирателями, которые его выбирали. Он может и должен довести до них ту точку зрения городского совета, которая на сегодняшний день сложилась. Вот тем и любимым проблемам. вот, к сожалению, нам еще нужно работать в этом управлении. Система штрафов не будет уводиться для прогулщиков? Или нет каких-то законодательных врачей будет для этого? Эта тема обсуждалась в курительной комнате, но на сессию вынесено не было. Понятно. Если не ошибаюсь, в октябре прошлого года была впервые введена такая система, как отчеты депутатов перед избирателями. Будет ли продолжена эта практика, и она была эффективна на ваш взгляд в прошлом году? Да, эта практика была эффективной. Она обеспечивала и донесение информации до избирателей по работе городского совета, и обратную связь с избирателями, и получение возможности корректировать те планы, которые есть и у районов, и у города. Но, думаю, вот эта связь, залог успешной работы городского совета. И в этом направлении, я думаю, нужна интерактивная связь с населением, какие-то формы, методы, чтобы можно было формировать, скажем, цифровой проект управления городом, создавать электронное правительство города, вырабатывать решения путем обращения через средства интернета или другие интерактивные возможности к избирателю. Но это будущее. И над этим нужно вводить. Ну, не могу у Вас не спросить по поводу языка. Сейчас ряд городов и областей начинают принимать русский язык как региональный. Планирует ли Донецкий городской совет принимать русский язык? И какова процедура? Возможно, мы должны после областного совета это делать? Невозможно ли какие-то сложности соблюдения? Что касается города Донецка, то хочу напомнить, что в свое время Донецкий городской совет принял закон об использовании русского языка на территории города Донецка. И на сегодняшний день делопроизводство в городе Донецке ведется на русском языке. Но при этом, согласно нового закона, если мы примем решение о придании русскому языку статуса регионального, то получим возможность ввести документацию и учреждения в здравоохранении, и судебных органах. То есть там, где обычный житель, приходя на прием, то к врачу, то и обращаясь в суд, должен владеть в большую степень специализированными терминими. А он их, к сожалению, не знает. Это затрудняет ему жизнь. Поэтому трудно сказать, что возмущает на сегодняшний день тех, кто против данного языка. Возмущает то, что мы делаем, чтобы человеку было лучше, комфортнее. Это неправильно. неправильно то, что они пытаются создать трудности для рядового гражданина. Задача государства облегчить и реализовать возможности каждого гражданина. Тогда это государство будет ощущать поддержку. Вот на сегодняшний день, я думаю, это импульс, этот закон о государственной языковой политике, импульс, который принесет дополнительную поддержку и Кабинету министров, и Президенту, и Партии регионов. Но теперь городской совет должен поддержать утверждение регионального языка. Здесь возможны разные пути. Возможно принятие решения сессии областного совета с рекомендациями административным и территориальным образованием принять или поддержать те рекомендации, которые вам сказаны. А возможно сразу прямое решение органов местного самоуправления по тому или иному вопросу. Ну, я думаю, вы не раз слышали критику в адрес городских властей по поводу тендерного закупа. Вообще вся процедура тендеров такая овеянная, тайная очень частая, скандалный процесс. Скажите, на ваш взгляд, что нужно сделать для того, чтобы эта процедура была прозрачна и понятна? И как, допустим, простой житель может перепроверить, что действительно чиновники купили за его налоги, которые он платит, купили не превышающее в три раза, а все честно? Как простой житель, механизм есть какой-то? Как можно это проверить? Итак, единого рецепта, как проводить правильно тендерные закупки, чтобы это было прозрачно, чтобы это повышало конкурентоспособность, такого механизма нет. Он, к сожалению, не выработан ни в одной стране. Есть общие механизмы, которые позволяют, допустим, осуществлять, ну не просто позволяют, а обязывают проводить публикацию о тендерных закупках, определять те требования, которые должны быть, но при этом кроме этого никто не говорит об ответственности тех, кто участвует в этом тендере. А условно участвовать могут быть, ну вот, было несколько случаев из практики, когда райадминистрации закупали уголь и декларировался уголь определенного качества по самой низкой цене. И когда этот уголь потом поступал в райгосадминистрацию, она была обязана его оплатить, а после оплаты начинаются отопительные сезоны, когда он наступает, нужно сжигать этот уголь, а он не горит. Оказывается, это не уголь, а порода с примесью в угля. Как обезопасить закупщика от мошенничества со стороны участников тендера? Большой вопрос в этом. Я думаю, в целом нужно повышать культуру общества, правосознание граждан. Мы должны идти по пути увеличения ответственности за какие-то нарушения. Как правило, увеличение ответственности, в том числе в уголовных наказаниях, оно ведет не к снижению этих уголовных наказаний, а к росту коррупции. То есть, если мы ставим какую-то планку, проиллюстрируем, какую-то планку в ответственности за то, что ты перешел дорогу не там, где это нужно, и, скажем, за это будет давать два-три года решения о свободе. Проблему это не решит, но это даст возможности тем органам, которые следят за пешеходными переходами, взимать с тех, кто нарушил это, все же понимают, что это абсурд. Взимать какие-то деньги, и таким образом уровень коррупции будет повышаться. Чем жестче штраф, и тем выше уровень коррупции. Совершенно верно. Поэтому к этому нужно подходить разумно, думать о том и просчитывать, к чему приведет ужесточение каких-то мер, а не приведет ли, предположим, кампания по борьбе с преступностью к тому, что милиция будет вынуждена искать этих преступников среди непреступников. И давать те показатели, которые требуются тем, кто спускает инплан. Это обратная сторона медали. С ней тоже нужно считаться. Поэтому я свою точку зрения о тендерных закупках показал. Специалисты должны анализировать пробелы, вносить изменения и постепенно, постепенно выводить на тот уровень, который не уходил. Вы говорили о опыте европейских стран. Там тоже настолько сложный механизм закупок? Или есть все-таки возможность упростить его и делать его не настолько запутанным? В каждой стране свой опыт. Есть страны, допустим, европейские страны, где механизм закупок похож на наш. Но, скажем, культура проведения этих тендеров совершенно иная, чем у нас. И ответственность политиков иначе, чем у нас. У нас часто бывает, что кто-то, проведя, сделав ошибку, не несет ответственности за нее. Даже если ошибка произошла по халатности. Человек не уходит с работы, он остается на этой работе и работает. Ну, разве неправильно было бы тому, кто допустил эту ошибку, освободить это место? Вот если он будет морально чувствовать, что ему надо это сделать, тогда следующий, пришедший на его место, эту ошибку уже не будет допускать. Но надо менять сознание людей. А это сложный, длительный процесс. По этому пути не пошла в свое время. Россия не пошла по другому пути революционному. Мы видим те проблемы, которые возникают при революционных ситуациях. Как-то в Сирии, в странах азианских. Где-то это дает результат. Ну, например, Египет. А где-то это приводит к войне. Вы говорили о мошенничестве, от которого не застрахованы государственные органы. Недавно такое мошенничество произошло с Львовским автозаводом, у которого мы купили определенную партию автобусов и не получили их. Скажите, на какой стадии конфликта? Увидим ли мы когда-то автобусы или нет? Мы увидим эти автобусы. Сказать сегодня, когда именно это произойдет, сложно. И когда Донецкий городской совет обращается к производителям, то у них появляются различные оправдательные, различные оправдания. Они, к сожалению, и у них тоже нет того подхода, который мы хотим, чтобы у нас был. Есть обязательства. Донецкая сторона их выполнила. Львовская сторона, будьте добры, выполните тоже. Но они обвиняют городской совет в несвоевременных проплатах. Это имеет под собой основания или это определенная подтасовка фактов? На основании того, что знаю я, у меня нет оснований сомневаться, что Донецк не выполнил свои обязательства. То есть согласно контракту был получен кредит, согласно заключенного контракта были найдены деньги, был получен кредит, эти деньги были перечислены, продукция не поступила. Гораздо дешевле и качественнее было бы, если бы мы закупили автобусы, предположим, в Минске. Они поступили бы в срок. Первое. Второе. Не было бы тех, ну и как бы автобусы их лучшего качества, по отзывам специалистов. Но политика государства нужно поддерживать отечественного производителя. Давайте поддержим Главян. Мы поддержали. Но поддержка, с одной стороны, должна предусматривать ответственность с другой стороны. Этого не происходит. Пока. Будем надеяться, что до конца года они одумаются. Скажите, пожалуйста, невозможно опять же не задать этот вопрос представителям государственной власти по поводу коммунальных тарифов. Можем ли мы понимать, что до выборов не будет рассматриваться вопрос о повышении каких-либо коммунальных тарифов? И до конца года этот вопрос не стоит на повестке дня? Вот уже говорила, после выборов. До конца года этот вопрос не стоит на повестке дня. Не по одному из направлений. Ни квартплаты, ни... Ни по одному из ключевых направлений. Я знаю, что вы в свое время занимались музеем военной техники под открытым небом. И есть план его обновить. Расскажите подробнее, что вы туда готовите, откуда вы это привозите? Ну, хочу напомнить, что последние два года постоянно обновлялся музей военной техники. Поступили туда и танки, и бронетранспортеры, и пушки зенитные, и английские. Поступали они из различных концов нашей страны. Из Харькова, из Балаклея, из Николаевской области. И на сегодняшний день коллекция существенно пополнена, но Росгосовет не останавливается на этом, и ведется работа для того, чтобы получить дополнительную технику. В данном случае речь идет о таких позициях, как огнеметы, бранатометы, станковые булеметы и стрелковое вооружение. То есть, если крупная техника воевая у нас уже представлена, то теперь можно говорить и о стрелковом вооружении. Скажите, пожалуйста, я знаю, что в Константиновке одно время обсуждалось, что там обнаружен был немецкий танк «Тигр». И были одно время даже разговоры, и мэр Донецкой поддерживал, что нужно провести анализ, понять, как достать этот танк, может быть, восстановить и тоже отправить в музей. Сейчас на какой стадии процесс? Или пока не обсуждалось? Я думаю, на той же стадии, что и был, мне ничего не известно о том, что извлечен этот немецкий танк или нет. Он по-прежнему там. То есть он находится там же, для этого должны быть выделены средства, техника. То есть думаю, что в этой же стадии вопрос остался. Но я бы не хотел, чтобы, ну это лично мое мнение, чтобы немецкий танк пополнял, скажем, какие-то экспозиции в наших музеях. Ну, Ваше мнение, что он не должен быть на одном постаменте с Т-34-м, с 56-м, с советскими танками? Я считаю, у музея нашей славы боевой он не должен быть. То есть пускай он будет у тех, кто занимается коакционированием, историей, кто изучает это. А в музее боевой славы должно быть наше оружие. То есть люди должны в первую очередь знать, как мы воевали. А вот эти планы по пополнению музея это до конца нынешнего года на перспективу. Вы знаете, это настолько сложный вопрос. Как правило, любая единица вооружения, для того чтобы она была получена, для этого должно быть решение не только Донецкого городского совета, но решение по госадминистрации. Решение Министерства обороны, основанное на согласовании с Министерством экономики, Министерством финансов, Фондом госимущества, Министерством статистики. Не считая уже тех заводов-изготовителей и балансодержателей, у которых находится эта техника, которые должны сделать ее из боевой, той, которая пригодна для показа. Вот здесь куча нюансов. Как правило, во всех других городах этот процесс согласования, получения всех решений идет около двух лет. У нас он идет чуть-чуть быстрее, но не менее года. Поэтому следующий образец военной техники мы увидим в Дню Победы. Сергей Иванович, если продолжать военную тему, сейчас в Кровеческом музее экспонируется выставка, посвященная нашему военному училищу. Это выставка временная. Не обращались ли к Вам представители нашего военного училища с тем, чтобы эту выставку сделать постоянной, найти для нее место и чтобы эта экспозиция была постоянной? Мне незнакомо, допустим, это обращение. Но если бы была такая, я думаю, если у городского совета будет подобное обращение, целесообразно найти решение по этому вопросу. То есть подобные инициативы нужно поддерживать. Спасибо. Я знаю о том, что Вы, вот из Вашей биографии, знаю о том, что Вы почетный гражданин города Луи Вик, если я не ошибаюсь, из Кентукки. Скажите, а что Вас роднит с этим городом? Как так случилось? Вы знаете, в свое время, когда была программа «Породневный городок» действовала между Соединёнными Штатами Америки и Украины, у нас были частые визиты делегации в Донецк, Фитцбург, Луисвиль. И вот в городе Луисвиль была проведена большая научная работа нашими сотрудниками городского совета, учеными по изучению той бюджетной политики, которая проводится в Америке как в органах местного самоуправления, так и в государственной власти на уровне штата, округа, города. И вот именно за результаты той работы, результаты той работы были проанализированы, и руководство города, руководство округа Джефферсона зашло необходимо присвоить это звание мне. В своё время вы не оставляете научную карьеру, вернее, в своё время вы защитили кандидат в клубы, докторскую академию, если я не ошибаюсь, экономическую академию. Правильно? Да. Скажите, пожалуйста, из более чем 140 монографий, что вы считаете наиболее важным вкладом? Я знаю, что для каждого человека науки большим достижением считается создание своей научной школы. Можете ли вы сказать, что вы приблизились к своему идеалу? Нет. То есть я считаю, что если бы я постоянно работал исключительно в научной сфере, это было бы возможно. А работая одновременно и в городском совете, и руководя отделом, я могу эффективно руководить отделом. Но говорить о том, что создавалась школа – это такой излишний оптимизм. Хотя в городе Донецке на базе Института экономико-правовых исследований работает единственный в Украине научно-методический совет по развитию городов. Его возглавляет Академик Мамутов Валентин Карлович, я являюсь его заместителем в этом направлении. И хочу сказать, что те наработки, которые получены ими в праве гордивства Института и города Донецка. Сергей Валентинович, говоря о вашей диссертации, вы сказали, что вы ее писали по теме развития городов. Вы уже давно в структуре городской власти работаете. Предлагали ли вы какие-то элементы своей диссертации внедрить в нашем городе? Если да, насколько это прислушались к вам? Уточню. Тема диссертации была связана с проблемами финансов, и в частности фондового рынка, повышение капитализации промышленных предприятий. То есть она опосредованно относилась к этому. Но те рекомендации, которые были получены в результате научных исследователей в том же институте, они касались и разработки устава города, и разработки отдельных положений, предположим, по списанию материальных ценностей, и рекомендаций, связанные с земельными отношениями, с отношениями в области аренды, отчуждения имущества территориальной громады, регулирования каких-то нормативно-правовых факторов. Более того, в качестве специалиста я участвовал в рабочей группе по разработке налогового кодекса Украины, части местных налогов и сборов. И предложения, которые подавал институт, я предлагал, связанные с формированием местных налогов и сборов, отчасти приняты, но, к сожалению, большая часть из них не нашла отражения в бюджетном кодексе. И я до сих пор считаю, что моя вина, что я активно не пробивал те предложения, которые были. Думаю, что они отвечают и духу времени, и тому прогрессу, который идет на месте. Но, может быть, политическая ситуация заставила принять тот налоговый кодекс, к которому уже общество готово, а не к тому, что должно быть. — Такой вопрос от наших читателей вам пришел. Судя по вашему сайту, вы много путешествуете. Есть ли какие-то идеи, которые хотелось бы перенести из городов других стран на Донецк? — Я знаю, что город Донецк зачастую подсматривает что-то подобное за границей. — Ну, вот я уже говорил о том, что в Питтсбурге, в Ульсвилле мы изучали опыт работы, скажем, их финансовых органов. И финансовая система штатов является трехзвездной. Есть финансирование города, округа и штата. Ну и, соответственно, государственная программа. Я думаю, в какой-то мере сейчас происходит адаптация и Украины к тому опыту, который получен. И, наверное, не только я посмотрел и какие-то свои рекомендации направлял, но и другие специалисты видят этот процесс. Ну, например, реформирование здравоохранения, конечно, это посмотрено на Западе. То есть город финансирует не в целом поликлинику и стационар, а финансирует неотложную медицинскую помощь. Область финансирует стационарное лечение. Ну и, наконец, государство отвечает за какие-то перспективные разработки и финансирование приобретения оборудования для медицинских учреждений. Давайте влезаемся на звонок и белую кнопку, чтобы было громкость. Слушаю вас. Сергей Владимирович, аллах. Да, слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Город Донецк, Борис Александрович. Слушаю, Борис Александрович. Поздравляю вас с назначением ответственной должности. Спасибо. Пожелать вам успехов и неформального общения с нами. Не в кабинете, так сказать, желательно, а вот так в неформальной обстановке. Так некоторые чиновники делают. Да. Скажите, пожалуйста, вот, вы находитесь в рендации газеты «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Они часто печатают информацию о целях на продукты по большим городам Украины. Они регулярно печатают. Они регулярно печатают. Да. Они ниже, учитывая, что в городе Донецке много тех, кто получает минимальную зарплату, минимальную пенсию и так далее. Борис Александрович, спасибо за поздравление. Но давайте уточним, о каких товарах вы говорите. Овощи, хлеб, молоко. У них начиная от хлеба, овощей, мяса, всё. Вот в этом редакте они вам там покажут эти таблички, там весь набор идёт. Даже цены на продовольствие дороже, чем в городе Киеве. Я вам понимаю, вам сложно это ответить сейчас. Давайте мы с вами подумаем. Вот послушайте. «Если вы разрешите, как-нибудь в неформальной обстановке я вам позвоню, и мы, так сказать, этот вопрос, если можно, будет обсудить». Договорились. «Как вам подложить, можно будет?» «304-99-20». «304-99-20». «99-20». «Двадцать». «Двадцать». «А вот в продолжение...» «Хорошо, преследователь. Всего доброго, до свидания». «Двадцать». «Видимо, не столько можно было ответить. Сколько вы что на телефонах?» «Ну, вы знаете, если отвечать на вопрос Бориса Александровича...» «Итак, у вас в редакции есть отборка этих целей». «Двадцать месяц у нас по всем регионам Украины». «Да». «И как Донецк...» «В первой тройке. «В первой тройке по мельчине». «Ну, а что?» «По всем группам товара. По молоку, по хлебу, по мясу. Он прав, действительно. По всей группе товара». «А овощи?» «Не готова вам сразу сказать. Сезонные, я думаю, еще». «Итак, давайте пофантазируем, подумаем. Допустим, мясо. У нас сейчас создаются большие предприятия по выращиванию свинооткормочных комбинатов, да? И Шанта-Засядька, и другие компании, по-моему, под Константиновкой, большой комплекс. «Под Красноармейскому». «Под Красноармейскому». «Под Красноармейскому». «И даже у нас хозяйство тепличное, беконное хозяйство, да? Тоже нет очень большой поголовью. Почему ценное мясо ниже? Допустим, городской совет не влияет на эти вещи. Думаю, связано с тем, что все-таки уровень жизни в городе Донецке и средняя заработная плата выше, чем в среднем по Украине. И сюда, и здесь те, кто продают, стараются поддержать уровень цен выше, чем в других регионах. Можно ли на это влиять? Каким образом? Как считаете? Но я считаю, в гряночной экономике влиять на ценное образование вообще невозможное. В лет 20 назад, а сейчас нет. Вы знаете, можно было бы повлиять, если бы, предположим, решением городского совета создавать льготы для платы за землю для тех производителей, которые делают дешевле, чем в целом по Украине в какую-то продукцию. Ну, предположим, вот, хозяйство бекон выращивает свиньи, откамывает их. И если бы плата за землю, предположим, была бы уменьшена, вот, другое, чем она плата сейчас, при условии, что они снизят свои цены адекватно, они были бы в этом заинтересованы. Да? То есть, если включаются экономические речины, то подобное влияние возможно. Но дальнейший вопрос контроля. Вот. Итак, в договоре мы бы свою цену поставили меньше по плате за землю. Откуда мы узнаем, каким образом производилась продажа? И предположим, то есть, ну, обмануть нас было бы довольно легко, если бы эта ферма Бекон продавала бы вам, как частному предпринимателю, и только вам, а вы бы потом спокойно продавали наливки по той цене, которая выше. То есть, снижение платы за землю не страхует вас от того, что окажется чистым на руку этот производитель? К сожалению, и поэтому на цену спроса и предложения должен влиять только рынок. Может быть, какие-то государственные закупки, может быть, какая-то государственная политика. Но это тоже достаточно опосредованно. Ну, возвращаясь от этой сложной проблемы к более легким, вот здесь уже звучали вопросы по поводу того, что у вас есть свой персональный сайт. Мы отследили все, что вы там выкладываете, и вот у вас достаточно много фотосессий. И вы достаточно талантливый фотограф. Не планировали бы сделать выставку свою? Вы знаете, когда нахожусь в отпуске, беру либо телефон, либо фотоаппарат, небольшую мыльницу, и с его помощью делаю фотографию. Ну, о выставках мне, честно говоря, не приходило. Спасибо, интересная мысль. У нас же теперь есть музей фотожурналистики, у нас есть теперь арт Донбасс. То есть, все располагается сейчас для фотохудожников. Ну, спасибо за хорошую идею. Надо подумать. Ну, невозможно не спросить у вас о литературном творчестве. На вашем счету уже сколько произведений у литературных? Ну, повестей и романов у меня и книг издано пять. Готовится к выходу очередная. Я думаю, в сентябре ибо увидит свет. Она так же, как и остальные, связана, в какой-то мере, с выборами, с теми коллизиями, которые происходят вокруг журналистов при этом. Где ее можно будет увидеть? И вот вы заслуживаете эти книги? То есть, ваша инициатива? Вы знаете, у меня сложилось доброе сотрудничество с издательством газеты «Труд». У вас есть издатель, получается? У меня есть издатель. Это облегчает жизнь. Но, с другой стороны, я вот заключил с ними договор и передал им авторские права на свои произведения, я думаю, а не поторопился ли я… Вы и авторские права отдали? Да, и авторские права. Поэтому они, допустим, в своих газетах приходят выдержки из моих книг. Так вот, а не поторопился ли я? И пока не могу дать ответ себе. Итак, они избавили меня от хлопот, связанных с реализацией книг. Они избавили меня от затрат, связанных с их изданием. Да? Но и от того дохода, который я могу получить. Это проблема всегда покупателя и продавца. Ну да. Ну, то есть, в Донецке на полках книжных магазинов мы сможем увидеть, да? Ваш пятый и пятый? Да. Как правило, они продаются в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в киосках «Союзпечати» и в магазинах сети «Амстор». Там можно спокойно найти все. Да. Ну и кроме того, по сайту можно их заказать. Даже таким образом, с доставкой на улицу. Да, с доставкой на улицу. По городу, для города Донецка. Понятно. Вы, я насколько знаю, еще и спортсмен. То есть, мы даже делали материал о том, что ваша команда по мини-футболу побеждала не раз, если я помню, на соревнованиях. Вы не планируете оставлять мини-футбол в связи с новым назначением? Вы знаете, то, что достигнуто, бросать жалко. А то. Да. И поэтому не планирую. Даже хотелось бы в большей степени поддержать. Единственное, что, конечно, от каких-то хлопот постараюсь себя оградить, связанные с тем, чтобы контролировать тренировки команд. Я сейчас реже приезжаю на тренировку, смотрю. Но команда «Ресурс», которую я поддерживаю, планирует выступление в первой лиге Украины. На сегодняшний день мы ставим задачу занять первое место в любительском мини-футболе. А сколько кратно чемпион команды «Ресурс»? Итак, мы выступали в прошлом сезоне впервые в первенстве Украины в первой лиге. Мы заняли тогда четвертое место. Это будет второе выступление. И вот выступая второй раз, мы ставим задачу быть лучшим. Вполне здравая задача. Но из всех видов спорта я знаю, что у вас есть еще и лыжи. По-моему, водные лыжи, еще вам близки квадроциклы. Но из всего этого ближе футбол, наверное. Да, футбол ближе, потому что играю… Итак, я в детстве начинал серьезно заниматься боксом, был в сборной ЦСКА по боксу. Но каждая тренировка подобная, она сопровождалась общей физической подготовкой и, в частности, футболом. Поэтому любовь к футболу вот с тех школьных лет, когда я только начинал приобщаться к спорту, и продержалась до последнего момента. А учитывая то, что потом в мою команду пришли и мои дети, друзья моих детей, это уже семейный спорт. И думаю, что скоро придет и мой трехлетний внук. Уже, наверное, тренируете его. Да, вы знаете, он очень хорошо бьет по лечу.